всем привет сегодняшний ролик будет сразу скажу не мой в данном ролике поделиться своим опытом и впечатлениями мой хороший товарищ зовут его виталий он расскажет про доработку своей акустической системы хека викто прайм возможно данный ролик будет полезен всем владельцам данных акустических систем а также думаю будет полезен всем новичкам потому что на примере данного ролика многие смогут улучшить свою акустическую систему в этом ролике я буду выступать в роли монтажера ну а также вместе с вами в роли зрителя и так всем приятного просмотра и даю слово виталию здравствуйте уважаемые радиолюбители и просто любители звука сегодня я хочу вам рассказать о том как я провел апгрейд свой своей акустической системой хека векта прайм 702 да эти акустические системы я приобретал бэушный ну чуть более года тому назад хорошим техническом состоянии особых претензий на работу этих акустических систем у меня не было но при первом подключении я обратил свое внимание на пластину которая находится на клеммах подключения акустических систем как-то не внушили мне эти пластины доверия не знаю мне показалось что контакт у них через них будет крайне некрасив фотографии прикладываю за место них я поставил акустические провода канары сечением жилы 362 да кстати эти самые провода канары акустические я использую и для подключения кучейских систем мне не понравились эти провода они добротные в общем хорошие провода так вот в ноябре значит прошлого года с виктором давыдовым у нас была затронута тема кроссоверов в том числе моих колонок хекта векта прайм 702 сетях интернета я искал ответы на этот вопрос так и не нашел никаких ответов толком да люди затрагивали на различных форумах эти вопросы но к чему они пришли неизвестно по итогу все-таки было принято решение заняться этим кроссовером удалить все электролиты из цепи убрать также катушку на сердечнике который идет на средней частоты вот далее значит полная замена всех резисторов сопротивлений на аудио резисторы естественно те электролитры которые мы удалили из цепи были заказаны пленочные аудиоконденсаторы также хочу отметить что сама плата кроссовера очень такая нежная и хрупкая вот и крепежные места местах крепления болтов саморезов крайне аккуратно надо откручивать закручивать а также все контакты все контакты на самой платье они тоже очень такие хрупкие нежные то есть пайкой заниматься надо аккуратно и так сегодня пробуем удалять замечательные компоненты с нашего кроссовера что хочу заметить отметить вот значит мы вытащили электролит а здесь полярность помечена это удобно это удобно в дальнейшем чтобы фазировку нам не нарушить и еще неприятный нюанс когда их выпаиваешь то все ножки они все загнуты на бок это очень неудобно сначала снимаешь олова потом пытаешься ножки выпрямить не все на боку все я понимаю что-то для прочности но это жестоко добавлять лишнюю работу как-то так все номиналы все номиналы все таки были указаны на платье кроссовера поэтому здесь трудности у нас не возникало были некоторые вопросы по катушке сердечником на среднюю частоту то есть мы знали сколько мили генри она да но не знали и и сопротивление по итогу мы все таки когда заказали мы угадали с сопротивлением вот основываясь на опыте виктора спасибо ему работа очень кропотливая и на мой взгляд на мой опыт она очень объемная вот значит на одну колонку меня ушел ушел примерно рабочий день вот рабочая смена так что надо настраиваться на кропотливую аккуратную работу торопиться здесь нельзя потому как все-таки плата кроссовера на она не то что сложная но нужно быть очень внимательным и аккуратным отклонение номинальных значений на плате кроссовера первое в че секции на плате кроссовера обозначена как c5 указанная емкость 39 микрофарад но по факту же заводом-производителем стояла 4 и 2 мы же установили 3 и 9 второе секции среднечастотные катушка сердечником имеет обозначение на плате кроссовера как l2 и обозначение указывает нам на индуктивность 0 68 миллигенри но после снятия замерили мы и пыли получили совершенно другое значение несколько раз 0 55 миллигенри что значительно ниже заявленного номинала на кроссовере но мы заказали 0 68 поэтому это недоразумение мы ликвидировали и третье что мы нашли отклонение это по резистором сопротивление обозначены они на плате кроссовером как r1 и r2 на плате кроссовера они обозначены мощностью 10 ватт 10 он по факту же стояли 10 ватт 12 он что имеет незначительное превышение от номинала значений тем самым из трех выявленных отклонений незначительных два из них мы устранили это секцию в ч и секцию с ч по резистором сопротивлений ну незначительное превышение вместо 10 он поставили мы 12 он данная схема кроссовера heko vecta prime 702 была взята на просторах интернета первое прослушивание показала интересную картину так как у меня была сразу готова одна колонка 2 еще не было готова эту разницу сразу было заметно слышно то есть новая колонка она преобладала во всем спектре звуковом то есть она прям жива исполняла все высокие такие вы получились такие как бы длинные протяжные такие прям интересные живые объемные такое ощущение что дисперсия у этой новой акустической системы после переделки кроссовера дисперсия сама звука она стала широкая четко и более информативно в принципе по всем частотам то есть если говорить по высоким я уже говорю о том что вот высокий стали протяжные четкие и чертовски приятно это все воспринимается ухом информативно то по низким очень интересно они в то же время глубокие стали стали глубокие и удар панч в них просто удивительный вот рядом стоит стоит старая колонка и новое такое ощущение что это две разные колонки в принципе никакого отношения друг другу не имеющие а на самом деле всего лишь кроссовер обновленный а такой результат до неузнаваемости совершенно причем результат поразительный прям вот такой здоровский прекрасный звук и естественно на следующий день я в шесть часов утра занялся вторым кроссовером второй колонки я откладывать не мог этот вопрос потому что то что я услышал этот вопрос я должен был закрыть чем быстрее тем лучше я хотел слышать все две колонки новые когда я сделал вторую колонку а я ее сделал только к вечеру следующего дня то есть не целый световой день рабочая смена ушла на это все это стоило того в паре когда они зазвучали это была полноценная картина конечно звуковая не передаваемо несмотря на то что компоненты не прогреты тем не менее такая энергия от них исходила мощь и энергия вот живость информативность они такое ощущение что они стали реально громче играть громче шире захватывают тебя дарят эмоции неподдельные настоящие эмоции и силы появилась вот у этих самых хека это prime 702 ребята это совсем уже другая акустическая система проделал бы я такую работу или подобную еще раз я вам скажу незамедлительно и безотлагательно проделал бы спасибо за внимание и 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